А, Альберс, Арсенова, в этом камере, в этом камере, вы знаете, Арсенова, как единственный человек, который с ним не помогает, у меня была задолженность общежития, 10 тысяч гривен, и он мне ее оплатил, просто вот из своего кармана, без всяких заявлений, без символов. Без всяких передвыборщих. Да, я просто подошла к нему на площадь, когда он был губернатором, и ставили свечки там, ну, голодомога. Да, и давай ему здесь, где я пою, играю, танцую. Но Арсенов Абакова, он человек искусства, во-первых. Он не просто интеллектуальный человек, он не только знает литературу, языки, сам владеет, играет там, кажется, на скрипке, фортепиано. Он полностью знает историю искусства, историю человечества. Конечно, он очень интеллектуально развитие. Он не только политэкономия, он не только знает юридические всякие другие дела. Он всесторонне образованный человек, которого вообще никто с ним не может сравнить. Это достойнейший звезда. И он единственный, совершенно бескорыстно, без всяких мерзостей. Просто оплатил так, чтобы я даже не знала. Я ходила и выясняла. У его помощника в этом ренессансе, у Беловой, и наконец-то они проговорились, и Нина Юрьевна, что это он не оплатил. Понимаете? Они все сами на ушах стояли, что такое может быть. Ну так, пожалуйста. Короче говоря, вот он уехал, и у меня сейчас опять задолженность за общежитие 2500. Я вот хожу, прошу их, написала заявление. А они мне 300 гривен выделили, и больше они не могут. Записали, но умер. Да. Спасибо.